В 2023 году Тверской областной суд отмечает свой вековой юбилей. 21 апреля в Твери состоялось торжественное собрание, посвященное столетию системы правосудия Верхнемулжья. Участие в нем приняли губернатор Игорь Руденя, председатель областного суда, представители Верховного суда России, а также ветераны судебной системы. Подробности у нашего корреспондента. На торжественном собрании особое внимание было уделено истории Тверского областного суда, ведь ее создавали люди-легенды, на долю которых выпали годы Великой Отечественной войны. Их память почтили минутой молчания. Действующий председатель областного суда Михаил Золин отметил бесценный опыт предшественников, который стал прочным фундаментом для тех, кто работает сегодня. Сегодня на часах истории Верхневовской земли век верского правосудия. Это важный рубеж деятельности судейского сообщества региона, который позволяет оглянуться назад, проанализировать события в исторической ретроспективе, оценить достигнутое, сделать выводы, вооружиться опытом и продолжить созидательную работу во благо Отечественной земли. Талантливые юристы трудились в системе и в мирное время. Среди гостей собраний ветераны судебной системы, в том числе Любовь Маслова. По ее словам, в гражданских делах важно соблюсти интересы всех сторон, а определить правильные решения помогут только знания. Потому судье приходится всю жизнь учиться. При рассмотрении гражданских дел необходимо, чтобы все было очень четко, начиная с организации процесса и заканчивая вынесением решения. С тем, чтобы граждане могли, ну будем так говорить, найти разрешение правильного своего спора путем гражданского судопроизводства. Нелегко приходится и тем судьям, кому доверено ставить точки в сложных уголовных делах. Так, на рассмотрении у бывшего судьи Сергея Степанова были одни из самых запутанных и громких дел региона. Когда потерпевшие, как правило, были малолетние, то вот дела доставались и мне. Рассматривал дела и в районах, много дел всяких было. Так что за время работы только в суде областном я порядка 200 дел уголовных сам лично рассмотрел. В настоящее время Тверской областной суд является федеральным судом общей юрисдикции, вышестоящей инстанцией по отношению к городским и межрайонным судам. В адрес ветеранов и действующих работников судебной системы звучали слова благодарности и от головы региона. Как отметил губернатор, в текущей ситуации существенно возрастает роль судебной власти в системе национальной безопасности. Важно обеспечить принцип неотвратимости наказания за преступления против государства, распространения идеологии нацизма. Вот эта работа, отправление в правосудие, конечно, это возможно и реализовывать только когда есть личный авторитет у судей, у представителей судебного сообщества. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, качество работы судебной системы определяет развитие России как правового государства, страны с высокими социальными стандартами. Напомним, что Тверской губернский суд начал функционировать 1 января 1923 года. Долгое время он размещался в специально построенном здании на улице Горького. С 2021 года переехал в отремонтированное здание бывшего универмага. Здесь удобные кабинеты, залозоседания, а также новейшие цифровые возможности.